всем привет с вами канала и вторая надежда сегодня делаем расклад как он видит ваши отношения на сегодняшний день и что он хочет от вас что он хочет от этих отношений поэтому давайте начнем начиная с сигнификации конечно же сигнификация это то что происходит в паре между вами на сегодняшний день если сигнификация резонирует смотрите расклад до конца так как это будет ваш расклад будет практически лично если не сходится не притягивайте желаемое за действительно на моем канале есть много других раскладов на самый разор на разнообразные темы поверьте им свой расклад вы на все сто процентов найдете в этом я более чем уверена что сегодня между вами отшельник тишина спокойствие не потому что хочется а потому что это вынужденная ситуация мужчина видит вас женщиной которая отстранилась хотя у женщины здесь есть даже некий крик души на услышь меня я холодная не потому что ты мне не нужна я холодная потому что я хотела бы многое поменять в наших с тобой отношениях я холодная потому что это мой саботаж потому что я уже устала быть в таких отношениях я хочу чтобы ты меня слышал я хочу чтобы ты меня понимал я хочу чтобы каждое мое волнение и моя боль, она тобой воспринималась как своя собственная. Это реально мольба о помощи. Здесь женщина, которая сама в свое время давала этому мужчине много чего, знаете, вот просто так, потому что он есть, потому что она его любит или она его уважает, она его ценит, и она не требовала ничего взамен, но она просто получила для себя потом в итоге мужчину, который видел в ней некую ресурсность, видел в ней женщину, которая готова была быть рядом, готова была ждать, может быть, готова была верить во все, что угодно, но не ради этого женщина всегда шла на уступки, навстречу этому человеку. Конечно, знаете, когда женщина находится в ситуации принятия мужчиной, и это на самом деле очень такое серьезное проявление души, которая развитая, или души, которая развивается, дать себе понимание, или позволит себе такую роскошь, принимать людей такими, какими они есть, со всеми их достоинствами, ну ладно, достоинства, да, мы всегда любим достоинства других людей, но принимать людей со всеми их недостатками, вот это вот самое высшее проявление человечности, самое высшее проявление действительно очень мудрой души, но опять же, мы не можем быть какими-то, знаете, такими возвышенными, мы не можем быть супердуховными не можем. Потому что мы не в монастыре. Потому что мы не отказались от всего мирского. Мы люди. Конечно, у нас, как у каждого из нас, какими бы мы умными не были, какими бы мы высокоразвитыми не были, нам тоже хочется человечности, нам тоже хочется понимания. И вот осознав, что здесь выворачиваешься наизнанку ради человека, а в ответ ты получаешь чуть-чуть или тем более вообще ничего, даже самый добрый, даже самый высокоразвитый человек, а он человек прежде всего. Душа его начинает черстветь, чувства начинают атрофироваться. Все желание, оно заканчивается. Просто опускаются руки, потому что ты видишь какую-то неблагодарность, ты видишь потребительское отношение к себе. И что здесь сделала женщина? Она стала отдаляться. Она перестала быть удобной, она перестала быть угодной или угодливой для этого мужчины. Она перестала бежать по первому его зову, намеку словесному или молчаливому. Она просто стала держать себя в рамках. Конечно, такому человеку опять же, сила воли тоже присуща, потому что всегда быть открытой душой, а потом заставлять себя сдерживаться, это тоже решение, это серьезное решение. И это не просто так. Здесь женщина смогла. И понимаете, вот в ее желании, чтобы мужчина увидел, сравнил, что он от нее получал раньше, что он получает сейчас, в желании, чтобы он услышал ее мольбу, даже если она негласная. Она просто получила от мужчины его жесткий, четкий и конкретный вывод, что вы стали другой, вы стали плохой, вы стали злой. Снежная королева, королева мечей, это действительно наша снежная королева, которая не будет цаскаться и церемониться, у которой, если она не хочет, или у нее нет времени, она так и скажет, мне некогда, я не хочу, я не буду. Но это женщины всегда будут свои собственные правила и уже жесткие. Да, доколе, да, хочется спросить, вот доколе, сколько можно здесь быть для человека, на все руки мастерицей, быть человеком, который может заменить самые разные роли, там, подруга, жилетка, плечо, любимая, любовница, да, вот здесь вот многогранная женщина, на данный момент, да, она всегда такой была здесь, просто с этим мужчиной, она получила еще одну грань, когда ты можешь быть жесткой, беспринципной сволочью, да, но также на букву С из четырех букв, да, первая буква, вот такая вот, жесткая, сами понимаете, кто, да, собака женского пола, не буду здесь произносить слов, так как YouTube нам на определенные слова реагируют не совсем адекватно, даже если слова литературные, иногда действительно, если человек прикидывается глухим, и человек не слышит то, что ты ему доносишь в спокойной форме, или ты кричишь ему, ты понимаешь, что он глухой, да, он тебя слышать не хочет, тогда приходится демонстрировать именно действиями, или бездействиями, но так получается, что настолько здесь разбалованный уже оказался мужчина, и, да, девочки, услышите меня, и не обижайтесь вами разбалованный, вашим вниманием разбалованный, разбалованный вашей любовью, и вы тоже можете здесь возмущаться, да, там, его неблагодарностью какой-то, там, его черствостью, что он воспринимает доброту за слабость, но, с другой стороны, в какой-то момент вы это делали, и потому что вам нравилось, да, и вы такой человек по складу характера, просто, к сожалению, кто-то другой воспользовался этим не совсем так, как вы на это рассчитывали, и вот он вывод, да, который на сегодняшний день, здесь пришлось отдалиться друг от друга, потому что здесь идет взаимная обида, взаимные претензии, у вас претензии в том, что здесь мужчина не слышит, мужчина не ценит и обесценивает, да, вот все, что вы для него делали и готовы сделать, а у мужчины претензии, что вы изменились до неузнаваемости из такой вот щедрой, женщины, щедрого человека, как личность, да, добрая, готовая всегда будет рядом, вы просто облачились в королеву, и он тоже может сказать, что одела себе корону, да, мнишь о себе, не пойми что, но просто у женщины это действительно крик души, чтобы мужчина наконец-то увидел, услышал и до него дошло. На данный момент, девочки, до него не доходит, но он считает, что вы категорично неправы, вплоть до того, что вы прям совершаете какой-то непорядочный по отношению к нему, некрасивый, жесткий, там жестокий поступок. Я уже здесь немножечко про королеву Мичи рассказала, да, что она будет беспринципная, она будет жесткая, она может отказывать, но просто пятерка Мичей здесь ее еще раскрывает и говорит о том, что ваш мужчина видит ситуацию такой, что, ну, чуть ли не до предательства. Да, женщина здесь могла поступить, как она считает, по справедливости, да, сделать что-то неприятное по отношению к мужчине, ну, так тем более, да, здесь для мужчины, что, там, обнародовали определенную информацию, там, высказали в лицо, там, при свидетеля, а ему что-то. Ну, по его мнению, вы не имели права это делать, там, или он это не заслужил, не должны были вы так с ним поступать. И то, что сейчас происходит, конечно, здесь муть, да, здесь взаимные обиды. Здесь нет, что один расслабляется, и ему абсолютно все равно, а второй имеет какие-то претензии, там, и зуб точит. Ничего подобного. Здесь абсолютно обоюдная ситуация, когда стоит вам встретиться и разрешить друг другу называть вещи своими именами ровно так, как каждый из вас это видит. Поверьте, каждый из вас услышит о себе много нового. Когда вот то, что на душе, вот все обиды, все претензии, все недовольства, опять же здесь, что вы можете этому партнеру из того, что даже не говорили, еще сверху накидать. И он точно так же. И многие из вас здесь в отношениях сейчас не находятся как таковых. Да, здесь отчуждение, здесь охлаждение, здесь разъезд, расход, уход в разные стороны. Но тем не менее, здесь такая какая-то ментальная и эмоциональная борьба друг с другом. Внутренних диалогов здесь много. И опять же, и вы его можете здесь считать предателем, и он вас может считать здесь предательницей. И даже если вы не общаетесь тет-а-тет там физически, там не переписываетесь, не перезваниваете, поверьте, вот ваши невидимые тела, которые обладают так или иначе связью между собой, они там общаются, вы даже не представляете, что там происходит на вот этом невидимом плане. Все эти наши внутренние диалоги. И он с вами в голове своей разговаривает, конечно же, и вы точно так же. При физической тишине, вот негласно, невидимо, там вот просто продолжаются какие-то склоки, продолжается активность, да, вот высказывание претензий. Или, да, здесь можно сказать, на физическом плане отношения не продолжаются, но на тонком невидимом плане здесь еще, ой, да, такие вот здесь просто африканские страсти между вами. Возможно, вы это чувствуете, потому что даже не общаясь с человеком, но с тем человеком, с которым у нас близкие взаимоотношения, которые так или иначе проник в душу, к нам в сердце, в голову, какое-то время все равно сохраняется эмоциональная, ментальная связь. Да, немножечко сейчас скажу, что у меня в Телеграме есть практика по обрыванию вот этих ментальных и эмоциональных связей, но она направлена для того, чтобы вы не думали о этом человеке 24 на 7. Не думали для тех, кто прям мучается, те, которым диалоги эти мешают жить. Когда вы не можете нормально заниматься своими делами, а этот человек постоянно в вашей голове, вы ему что-то доказываете, вы ставите себя в разные ситуации, если он мне это скажет, а если он мне это, он может вам постоянно снится, постоянно где-то видеть похожие образы, да, вот он, вот он, вот он, искать глазами в толпе. Вот именно для этих случаев, но это для тех, кто готов, потому что это очень важно, ваша готовность. Дело в том, что обратная сторона медали или побочка этой практики, люди выходят на связь, то есть вы обрываете эти связи, но тот человек, который к этому не готов, он чувствует недополучение энергии, а он знает, от кого эта энергия шла, и он выходит на связь, да, то есть он тянется. И поэтому, если вы не готовы, то не делайте, появится, и я не рекомендую использовать как вызов, потому что вы только себя больнее сделаете. Человек идет на энергию, да, вот подсосаться, подпитаться лишний раз, а вы ждали просто, что он что-то поймет, не поймет, там совсем другая будет история. К чему я это сейчас озвучиваю? Да к тому, что потом в телеграме начинаются вопросы. Вот он появился, а я не выдержала, мне потом стало еще хуже, да, то есть я ему ответила, я там в надежде, вся, что он одумался. Я, конечно, в той практике, она записана в виде видео, я рассказываю, вот, но просто же хочется, ты понимаешь, что вот, есть практика, которая может вызвать человека, но он выходит не для того, чтобы с вами наладить, он идет для того, чтобы восстановить тот прежний формат, который как раз-таки послужил разрывом ваших отношений, либо паузу создал. Ну, так что он, по-моему, разочарается за всем тем же, что было когда-то, вот, но спровоцировало недопонимание, ссоры, выяснение отношений, вот так же, пожалуйста, очень вдумчиво и без ложных ожиданий. Я в Телеграме готовлю пост, где буду собирать все-все-все практики, чтобы прям вот все в одном месте, но я и Георгий и девочки, они задают ссылочки, вот, потому что многие себе сделали пересыл сообщений, где-то в избранное добавили, чтобы, чтобы, чтобы быстро воспользоваться, они ссылочками делятся. Давайте сегодняшний момент, да, вот, после всех этих батлов, после того, что отношения в любом случае негласны, они продолжаются, причем продолжаются очень активно, рыцарь жезлов, давайте будем смотреть его взгляд на ваши отношения, как он видит ваши отношения и, конечно, что он хочет на сегодняшний день. Опять же, вот, видите, девочки, он видит вас холодные и если мы говорим про королеву мечей как про персону, да, это персона, которая ухудшила, которая разрушила или которая сейчас не идет на компромиссы, не идет на контакт, не идет на потепление в отношениях. Причем для него вообще непонятно, да, вот как, в какой момент вот вы стали такой. Он, конечно, вспоминает все те времена, когда он о вас прям мечтал и он в свое время получил женщину в виде вас и это реально прямо такое ощущение, что это был запрос у него во вселенную вот по характеру, по поведениям, по душевным и человеческим качествам получить то, что он получил в виде вас. Здесь, кстати, у меня дно колоды туз кубков, то есть вот прям вот по душе. Да, одежду покупаешь, а ее как будто бы по тебе шили. А тут ты человека встретил и как будто для тебя его создали. И тут, видите, такой раз и кульбит. Переворот в воздухе, когда вы стали прямо противоположностью той женщины, о которой он мечтал и которую заполучил. Кстати, здесь, если говорить о мечте, которая была в его голове и до реализации, ему еще пришлось подождать и поперебирать. То есть вы не просто случайная, которая там раз, да, и по щелчку, и ему повезло. То есть у него были женщины, в которых он искал ту самую. Вот, он нашел, девочки, ту самую. Но, понимаете, здесь человек нашел, обрадовался, расслабился и говорит, давай, да, люби меня, делай меня счастливым, делай все то, что мне так нравится. Женщина делала, делала, делала. А потом она поняла, что да ей это не надо в одни ворота. Она тоже хочет. И тут же она стала сразу плохой. Ну, конечно, он же привык получать, а вы здесь раз, руки в боки. И вы перестали вот эту всю теплоту давать, делать шаги ему навстречу. Конечно, вы бы точно так же по отношению к мужчине, он бы дарил цветы, он бы делал вам сюрпризы, он вот только стоит там вам что-то подумать, там захотеть, попросить, и он сразу, да, вот прям вот бежит, испотыкается, все для вас делает, да, вот лоб готов расшибить, расшибить ради вашего желания. А тут вдруг раз, и он стал какой-то холодный, да, он стал какой-то невыразительный. Он больше не дышит на вас таким вот теплым, приятным воздухом, он больше не восхищается вами, и, конечно, вы эту перемену тоже заметили бы. и, конечно, у вас точно так же, как и у него сейчас будут претензии, просто мы порой, девочки, не замечаем. Да, мы создание эмоциональное, и мы готовы мужчин, детей своих, родных и близких, которых мы любим, просто окружить заботой, когда это идет из души, и мы считаем это абсолютно нормальным, мы считаем, что так мы выражаем свое отношение, свою любовь, свое уважение к этим людям, но мы порой не можем себя поставить на место других людей, которые просто видят все вот это, а они другие. Они не могут быть такими бескорыстными, они не могут именно так проявлять любовь. И, да, мы не можем требовать от других людей того, чтобы они соответствовали нашим ожиданиям. Тут либо сложилось, либо здесь просто принять ситуацию такой, какая она есть. Женщина здесь не готова была принять ситуацию такой, какая она есть, потому что, да, вы реально разные. И по отшельнику здесь тоже, да, вот как характеристику, если смотреть, вот насколько вы похожи друг с другом, насколько вы отшельник, это тоже карта переосмысления, да, это карта отдаления, это карта тишины, там, одиночества, расстояния там или времени. Вы с этим мужчиной как будто бы вот из разного времени, да, или из разных эпох. Можно про возраст здесь говорить, можно говорить просто про взгляды на жизнь, про статусы какие-то. Вы разные. И здесь то, что вы ему давали, ему казалось, что да, вот она моя половина, которую он искал, и все, и наконец-то я счастлив, я могу расслабиться, да, я ее искал, 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 я уже потратил ресурс, время, силы, я могу теперь расслабиться, но нет же, да, расслабиться не получилось, потому что теперь она хочет аналогичного отношения, пусть не на все 100%, да, а вот какую-то долю, но хочет, а он видит, что она разлюбила, там, или она стала злой, она стала другой, вот поэтому я вам и привела пример, что если бы у вас вот был такой мужчина, который вот просто, да, вот лоб расшибая, делает все для вас, а потом в какой-то момент он начал показывать бы свое неудовольствие, а вы бы это принимали, да, как принцесса, которая все для меня, все для меня, какой он молодец, а потом раз, да, и поняли, что с ним и то, он не молодец, а может быть он разлюбил, а может быть там что-то еще, вот, вот так вот видит ваш мужчина ситуацию, он получил то, что он так хотел, он этим наслаждался, он кайфовал, а тут раз, естественно, кто в этой ситуации будет виноват, вот в его глазах, в глазах, конечно, вы, кто испортил отношения, да, кто все разрушил, конечно, вы, да, кто перестал любить, перестал уважать, перестал ценить, вы, вот он так и видит, да, вот в какой момент это случилось, он здесь не догоняет, да, и ответственности свою он тоже не догоняет, что как-то бы услышать вас, да, как-то бы объясниться с вами, но, к сожалению, не все готовы сказать, но вот я вот не такой, как ты, потому что понимаешь, что вот сказав, что я не такой, как ты, я не могу там делать подарки, помнить о всех твоих важных датах, там, или поставить себе в обязанность, там, тебе постоянно звонить, потому что ты знаешь, что человеку это может не понравиться, да, и будет еще хуже, нежели чем просто молчать, его мечта, девочки, сбылась, в какой-то момент он был счастлив, он получил все то, о чем он думал, чего он так вождевел, а теперь раз, и его хрустальная ваза, в виде мечты, она тоже сейчас разбилась, поэтому у вас к нему претензии одного рода, а у него совсем другие, да, возможно, мы тоже слышали от него, что другая стала, да, жесткая, ругаешься, что-то требуешь от меня, там, давишь, заставляешь, не доверяешь, проверяешь, что он хочет, девочки, сегодня от вас, эти показаны не от вас, а от отношений сейчас, он не хочет, кстати, ничего сейчас делать, он считает, что здесь со своей стороны достаточно уже увидел, там, услышал, натерпелся, и понимая, что делая шаг по отношению к вам, вы в лучшем случае проявите какое-то недовольство, и вы сделаете так, что он вам здесь, вот, ну, я не знаю, как земля колхозу должна, да, так и он вам будет должен, вот, он как будто бы уже обжегся на каких-то своих действиях, на каких-то намерениях по отношению к вам, и поэтому вот свою роль в этих отношениях, что надо бы бездействовать, девочки, да, надо посидеть, тоже, кстати, он хочет цену набить, цену набить, которая бы дала вам возможность почувствовать, каково это было с ним вам, а каково это без него, да, может случиться так, что на его дурную, да, там, или больную голову, получится так, что женщина поймет, что без него ей стало только лучше, легче, меньше проблем, меньше забота, меньше телодвижений, может быть, но он все-таки надеется на том, что вы пожалеете, что вы соскучитесь, вы поймете, что это он, ваша самая настоящая, ваша самая ценная любовь, поэтому он хочет, чтобы вы ему написали, поверьте, он, вот ваше какое-то, знаете, вот письмо такое, жаркое какое-то, активное, где вы дадите ему понять, что все-таки он вам нужен, заставит его, вот, бежать к вам, роняя тапки, это так и есть, да, он ждет, но, опять же, он ждет посыла вашего, любовного, да, в котором подчеркнутся его какие-то лучшие качества, вот такой, как ты мне нужен, я жалею, что мы с тобой там не общаемся, там, поссорились, там, не понимаем друг друга, он, девочки, готов ждать, потому что свое уже действие, он здесь видит наперед, и что-то уже есть, в опыте, да, что-то сделал, получилось еще хуже, лучше я не буду вообще ничего делать, опять же, да, вот, хочется сказать, вот, ее кислая физиономия, там, или ее невыразительная реакция, нет, не хочу, да, хочется подождать, когда она сама прям захочет, когда она сама соскучится, а если девочки нет, давайте посмотрим, ну, для него все-таки вариант того, что вы отдумаетесь, очнетесь, он прям такой, знаете, железобетонный, реально, девочки, а если нет, то он не будет ничего делать, причем достаточно долгое время, похоже, в его глазах вы накосячили, очень серьезно, и поэтому вы всю ситуацию должны исправлять, а если нет, если нет, то он говорит, не обижайтесь, я тогда буду вынужден искать другую для себя, ну, видимо, основа, да, вот на поиске мечты, на основа, на поиске той женщины, которая будет и самодостаточной, которая и свои вопросы будет решать, и ему будет даже помогать, которая устроит снова в его жизни прям настоящий такой вот праздник, и он снова будет как сыр в масле, да, или как у Христа за пазухой, когда ни о чем не переживать, здесь, здесь мужчина говорит, что я буду ждать, да, я буду терпеливо ждать, но не бесконечно, однажды может оказаться так, что она мне напишет, а уже поздно, утекло то время, когда я готов был дождаться его звонка, но, там, или ее сообщение, но, девочки, здесь имейте, пожалуйста, в виду, здесь не просто сообщение, привет, ну, что ты там подумал, да, или там, что ты там решил, нет, здесь подчеркивание всей важности этого человека в вашей жизни, здесь такая вот легкость, задор, да, вот страсть, огненность, где он тоже прям мужчина, самый желанный, 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 и никого другому вам даже даром не нужно, вот что он хочет увидеть от вас в вашем сообщении, он какое-то время подождет, потом он говорит, будет поздно, мне самому этого не хочется, но у меня другого варианта не будет, нужен кто-то ему все-таки, а он уже почувствовал, что такое вкус мечты, что такое получить то, о чем ты мечтаешь, значит, тогда буду искать другую, вот такой, девочки, сегодня расклад, думайте сами, решайте сами, телеграм ссылочка в описании под видео, в закрепленном комментарии, также ватсап, ватсап говорю, вконтакте, там выходят видео, те же самые, что на ютубе, но если ютуб тормозит, там что-то не открывается, и это запасные площадки, в случае чего, поэтому подпишитесь, не потеряемся, все, мои хорошие, скоро встретимся, пока-пока.